всем огромный привет и сегодня я готовлю ну как бы нам праздничный стол и буду снимать наверное виде блога или просто длинное видео все вместе все закуски все то что я буду готовить на праздничный стол первым я решила приготовить рулет из лаваша и для этого я буду использовать я такой купила сливочный сыр морковь по-корейски я сделала вчера вечером грудки у меня здесь примерно 300 грамм и лук зеленый ну что же я приступаю к готовке первый слой лавашика я намазываю сливочным сыром и так все слои нужно будет намазать и если вы хотите чтобы было легко мазать этим сливочным сыром то его лучше сначала подогреть вот у меня на батареи постоял немножко нагрелся стал теплым зелень можно брать абсолютно любую к которой вам нравится вот я сегодня захотела зеленого лука я обильно посыпала теперь кладу сверху второй слой его мне также нужно будет промазать сливочным сыром второй слой я промазала тоже сыром и положила сверху корейскую морковь по-корейски она у меня остренькая и и я ее просто разложила ну каким слоем хотите таким раскладывайте хотите толще кладите больше моркови я вот так вот более-менее равномерно распределила теперь у меня третий слой третий слой у меня тоже лист лаваша и сверху будет сливочной сыр и курица курицу я тоже распределила я ее отваривала в подсоленной воде поэтому я подсаливать ее не буду это грудка у меня можно брать любую часть от курицы весь сыр у меня ушел так что на три листика лаваша у меня ушло 180 грамм сыра примерно 100 грамм зелени у меня было морковь по-корейски грамм 300 и курицы грамм 300 теперь мне осталось только свернуть рулет рулет я свернула обернула пленкой теперь положу в холодильник ну до нужного мне часа а это примерно три часа у меня будет он лежать потом я его нарежу и подам к столу на горячее у меня будет гуляш гуляш из говядины я взяла два килограмма 100 грамм говядины и я ее готовлю и для этих двух килограммов я приготовила килограмм лука я люблю когда побольше у меня будет два салатика и один из них остров состав этого салата два сырочка плавленых три огурчика соленых я взяла 200 грамм у меня с салями так 4 яйца пачка сухариков у меня остренькие майонез и лук для украшения такой вот незатейливый очень-очень салатик для того чтобы сырочки легче потереть можно было я их сейчас уберу в морозильник на некоторое время огурчик я буду нарезать мелко и не похвалилась вам девочки вчера купили вот такой нож муж увидел говорит давай купим ну вот купили продавец нам правда его расхваливала говорит пользуюсь уже четыре года и никаких нареканий я и говорю если будет плохой нож я буду вас плохими словами вспоминать если хороший хорошими ну ждите говорю на грит будете только хорошими ну вот действительно мне понравился очень хороший нож тоненький два раза не приходится по одному месту водить ну и острый конечно потому что только куплен наверно в общем мне понравился если у кого-то нет такого ножа приобретите вам скорее всего тоже понравится ну я показала вам его в действии как он нарезку делает но он конечно не для сырого мяса не для картошки он зубчиками на краях этот нож но овощи колбаса сыр и все можно им лезть перережу колбаску теперь я порезала яйца уже конечно чеканула себя этим ножичком очень острый сейчас я тру сырок особо ждать некогда чтоб он там сильно подмерз когда совсем замораживаю мне очень нравится и утереть он быстро трется все салат готов можно сказать так потому что сухарики я буду в конце насыпать уже на готовое блюдо лук можно сейчас высыпать и заправка из майонеза а вот майонеза по желанию как вы желаете ложки 4 я точно положила сейчас размешаю все все выкладываю в салатник и потом когда буду подавать на стол насыплю сухариков осталось только украсить сухариками про соль я вам ничего не сказала так как кто смотрит мои видео знает что соль мы не очень любим я ли мне ее люблю но солить нельзя так вот если вам мало соли досаливайте а у меня солененькие сухари колбаска солененькая огурчики в общем нам соли хватает майонез соленый а кому не хватает досаливайте я сейчас его прибираю в холодильник и перед подачей украшу сухариками следующий салатик у меня называется конфетти для него я взяла такие продукты как ветчины 200 грамм кукурузы 200 грамм консервированные ой я не знаю видно не видно поэтому я показываю 200 грамм горошка консервированного 4 яйца вареных крутую 100 грамм огурца свежего и мне нужно 100 грамм перца болгарского но честно сказать меня задушила жаба 235 рублей килограмм я буду использовать свой домашний который я замораживала думаю вкус от этого сильно не пострадает и мне нужно нужен будет майонез и соль немножко подсолю это сейчас я покрошу яйца все перемешиваю в этой миске всыпаю яйца теперь кукурузу горошек теперь я буду крошить ветчину немного подсаливаю совсем чуть-чуть и положу сразу сюда перец добавляю добавляю майонез 4 ложки добавила так примерно на глазок тоже по вкусу добавляйте салат салат конфетти готов осталось выложить его в салатник и поставить в холодильник скоро мои гости придут вот такой симпатичный получился ну и конечно здесь же у меня будет я готовлю горячее блюдо гуляш я про него не забываю осталось ему прокипеть минут 20 все уже почти готов очень нежное мясо получилось лук тоже видите все однородной консистенции этой подливка у меня в общем будет замечательный гуляш и на гарнир к нему я буду готовить картофельное пюре на десерт у меня будет такой салатик из фруктов ананас я взяла выберите свое количество у меня баночка нарезанного ананаса два банана апельсинку винограда ну примерно полтора стакана мне нужно будет кокосовой стружки где-то примерно ложки 3-4 маршмеллоу стаканчик потом мне нужен будет миндаль тертый и мне нужен будет йогурт не сладкий вот такой будет у меня незатейливый десертный салатик сейчас я начну его готовить для начала я потру миндаль на терке занятие надо сказать мало приятное тереть на терке миндаль если вам будет удобнее потолочь его скалкой то лучше так наверное сделать я еще раз повторюсь что я точное количество ингредиентов не оговаривала каждый по своему вкусу все что любит в общем я взяла миску прозрачную стеклянную и буду туда собирать этот салат я покрошила апельсин теперь я сюда добавляю виноград добавила банан маршмеллоу так теперь миндаль и кокосовую стружку так как снимать одну неудобно примерно насыплю вот так вот ложки 3 ну по желанию можно и больше насыпать и заправим йогуртом йогуртом не сладким вот так выглядит этот салатик очень вкусный сверху можно еще посыпать кокосовой стружкой и все готово приготовила картофельное пюре обалденно вкусное положила туда много масла сейчас я сделаю на закуску еще вот такие тарталеточки с сыром чесночком майонезом и сверху оливочком беспроигрышный вариант хрустящая тарталетка плюс сыр с чесноком с майонезом и сверху такая вот оливочка как же это все вкусно тарталетки готовы хотела еще канапешки для закуски сделать с рыбой но скорее всего уже не буду делать перебор вот все что я приготовила салат конфетти салат остров который мне надо сухариками посыпать рулет из лаваша режется он замечательно вот такая начинка у него он очень вкусный большие куски я порезала как говорится большому куску и рот рад так мы все свои тарталетки десертный салат у меня еще стоит в холодильнике гуляш готов пюрешка тоже будем праздновать вот так вот я посыпала керьешками будет очень вкусные хрустящие керьешки так вот такой вот у нас праздничный стол получился сейчас мы это все будем пробовать и кушать не только пробовать но и кушать так покажу еще раз такая вот закусочка салатик остров рулет из лаваша салатик корейская морковка морковь по-корейски и салат конфетти а десертный салат стоит в холодильнике и не надо пиздец кушать и и и и и и